Разрывает сосульки в порошок, потребляет не больше 5 ватт, служит 150 лет и стоит 300 тысяч рублей. Это всё о системе снегозброс. Идёт заряд, видите, селка. Сейчас будет импульс на улице, а здесь заряд упадёт. Видите, упал. И следующий. Дрожать карнизы, установленные на кровле, заставляют сотни микроимпульсов. Они генерируются в этом блоке. Всё, что остаётся, задать время работы. Для этой крыши 9 минут достаточно. В жизни никогда не думаешь, что ты первый. Иногда думаешь, что кто-то придумал раньше тебя. Ну, где-то в Японии, в Америке, в Европе. А оказалось, вы знаете, мы первые придумали решение проблемы, которые никто в мире не мог решить. Изобрёл снегозброс авиаконструктор Игорь Левин. Его технология уже 40 лет удаляет лёд с крыльев самолётов. А теперь в тестовом режиме работает и на станции метро «Славянский бульвар». Монорельсовой дороги и на кровле этого графского особняка, который, кстати, является испытательной лабораторией учёного. Удаляет любой лёд, любой снег, в любую погоду. Снегопадли, оттепель, мороз. Дом всегда чистый. И на крышу не надо лазить. А это кровельщик Альхам Джамеев. С кувалдой обычно не расстаётся. Но на крыше этого дома по улице Николая Химушина лом не нужен. Лёд здесь не образуется. Потому что крыша такая же холодная, как и окружающий воздух. Секрет кроется в минимальной разнице температур. Внутри чердака и снаружи. На самом чердаке установили слуховые окна, изолировали тепловые и вентиляционные трубы. А на полу постелили керамзит. Керамзитная подушка задерживает тепло, исходящее из квартир снизу. Такая система и позволяет сэкономить несколько градусов. В принципе, вот эти отклонения 3-4 градуса эти замеры показывают. И по периметру кровли сосульки не образуются. Это в первую очередь обеспечивает безопасность жителей района и тех, кто пребывает в район. И позволяет экономить средства на обслуживание этого дома, чтобы постоянно работников коммунального хозяйства не поднимать на крышку. Система обошлась в полтора миллиона рублей. Для сравнения, за очистку кровель от снега Эльхам получает 25 тысяч рублей в месяц. Что эффективнее, платить ему зарплату или дать работу умным технологиям? Это должны решить местные чиновники. Пока же коммунальщики предупреждают, весной, проходя мимо зданий, лучше все-таки поднимать голову. Так, на всякий случай.